Все чаще в новостных лентах Фейсбука, видеороликах и комментариях можно встретить посты, в которых авторы заявляют, что Порошенко – это уже прошлое, шансов повторить успех у него мало, нужно его поблагодарить и искать нового лидера. Нередко пишут также о том, что Порошенко нужно самому найти преемника, помогать ему ресурсами и, дескать, за это ему будут благодарны еще больше. И вот на фоне всего этого возникает вполне очевидный вопрос – а как искать этого нового лидера? Где его взять, чтобы он хотя бы наполовину умел, знал и делал то, что делал Порошенко, который, несмотря на ту гору дезинформации и откровенной лжи, которая была вылита на него за все эти годы, по-прежнему остается самым популярным оппозиционным политиком, причем с реальной и стабильной поддержкой миллионов. Проблема в том, что современная оппозиция попросту не способна предоставить достойного представителя, который сможет реально отобрать власть у нынешних гастролеров. Ведь если им этим пока воображаемым оппозиционерам мешает фигура Порошенко, значит они изначально политические лузеры, поскольку не могут обойти даже политика с огромным искусственно созданным антирейтингом, которым его наградили путинские и коломойские боты и умом необделенный электорат. И проблема того, что в Украине нет сегодня реального оппозиционного лидера, кроме Порошенко, не в том, что он, мол, такой богатый и сильный, а в том, что достойных и подготовленных действительно нет. Уровень политической молодежи мы можем воочию наблюдать на примере «Слуг народа», где любой депутат моложе 35 лет, открывая рот, сразу же обрушивает рейтинг своей партии на пару процентов. Нет, мы, конечно, понимаем, что выбирали их туда не за умные речи, а просто потому, что они за зе, но реально же вот такой сейчас уровень у наших молодых политических элит. Да и элит как таковых нет, поскольку все они от главного комика до последнего депутата-массажиста или мастера маникюра ангажированы кто олигархами, кто какими-то политическими силами, кто-то пытается усидеть одним местом на двух стульях и т.д. Нет индивидуальности и личности, которая смогла бы возглавить новый виток украинской политической истории. И да, рассуждая о поисках лидера, мы, конечно же, говорим о проукраинской оппозиции. Не имея в виду всех этих упырей из пророссийского лагеря, потому что они давно не политики, а реальные враги страны. Также мы не имеем в виду старые консервы в виде бабы Юли и ее стабильных последователей и фанов. Мы говорим о реально ком-то новом, который объединит в своей фигуре, скажем так, чаяния обездоленных свидетелей полвареников и газового геноцида и желания нормальных адекватных людей. Также мы не имеем в виду так называемых лидеров мнений, которые пишут умными словами в интернете посты на различные темы, выводя очевидные выводы под видом искусства тончайшей политической аналитики. У таких персонажей попросту нет политического будущего. Грантаеды, излишне смешливые политические силы и их лидеры, также не вызывают доверия. Первые давно зашкварены тем, что осваивают гранты под конкретное задание – топить того или иного политика. Вторые становятся или стали чрезмерно фриковатыми, и до многих попросту не доходит мудрость их деятельности, поскольку она не несет каких-то четких и очевидных посылов, написанных или рассказанных простым языком для простых людей, а не для своей политической субкультуры. Вот и получается парадокс, что все жалуются, но на самом деле никто даже не пытается подвинуть Порошенко с места единственного оппозиционного политика с реальной поддержкой. Поэтому все эти разговоры о новом эфемерном лидере не более чем пустой треп. А посты с предложениями Порошенко отойти в сторону и уступить кому-то там неизвестному место оппозиционного вождя вполне могут быть еще одним методом информационной борьбы против Пороха, который, вероятно, все-таки будет продолжать принимать самое активное участие в политической жизни Украины, вплоть до баллотирования на пост нового президента или получения влиятельной должности в правительстве. Резюмируя, хочется спросить, а нужен ли на данном этапе какой-то иной оппозиционный лидер, которого тут же начнут уничтожать информационно? Как бы странно это ни звучало, козырь Порошенко еще и в том, что уш от всех этих информационных помоев на него уже вылили? Что еще нового могут придумать враги и оппоненты против него? Все, что годами тиражировалось о злобном шоколадном барыге, начиная от Вальцмана и заканчивая свинарчуками, убийством брата и торговле на крови, оказалось недоказуемой ложью, которую не может подтвердить даже ручной прокурор «зе». Формально Порошенко в глазах адекватных, а не на всю голову «зе» людей, сейчас начинает обеляться, поскольку они видят, что их развели очевидной дезой и ничего такого нет и в помине нет и не было. Рост рейтинга европейской солидарности очевидное свидетельство того, что к людям возвращается способность искать, критически мыслить, так что есть ли смысл искать кого-то другого вместо Порошенко для оппозиционной борьбы против зеленой шушеры и для возврата к проукраинской и проевропейской политике? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова